Итак, у кого есть вопросы, кто хочет что-то спросить? О чем-либо. Вчера вы говорили о том, что медитация чистит мир и тело. Я чувствую пространство, когда медитирую, чувствую ум, тело, образуется какое-то пространство. Что это? Вчера я говорил о процессе медитации, очистка тела, чувств, а также ума. Для осознанности это не нужно, но осознанность существует. У него есть три пласта. Когда вы делаете медитацию, идете внутрь, заглядываете внутрь, первый шаг это очистка тела. Потому что тело очень грязное. Потому что вы едите не очень хорошую пищу. Вы живете не совсем совершенным. Вы живете неосознанно. Энергия приходит, уходит. Физически это не совсем чистым. Как только чья тело становится более чувствительным. Энергия начинает функционировать в теле. Она просыпается в теле. И после этого Приходит чистота тела. То же самое с эмоциями и чувствами. Каждый полон эмоций, гнев, жадность, привязанность. Все эти эмоции присутствуют. Сначала энергия работает в теле. Затем она идет дальше. Очищаются эмоции, негативные чувства. Все это становится позитивным. Гнев становится любовью, жадность, делением. Затем вы дальше идете в ум. А вы чувствуете, что у вас ум какой-то преступный. Вы хотите использовать друг друга. Мжете, говорите неправду. Трюки всякие проделываете. Такое очень негативное. Происходит чистку. Вы спрашиваете, когда все это очищено. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Причем, кроме сознания. Как только освобождается энергия тела, она движется дальше. к чувствам. Затем очищается чувство. Как только очищается чувство, затем она движется в тело. Энергия. Таким образом, тело и ум сейчас в темноте, в большой темноте. Не особенное первое дело. Нужно пробовать ум. Нужно пробовать ум. Как только темнота ваша становится светом. Кто делает медитацию? Кто делает медитацию? Кто наблюдает? Это ум. Одна часть вашего ума становится наблюдателем. Вы заглядываете в темноту. Внутри своего ума. В негативе. Отрицательное. Эта часть становится светом. Ум становится светом. Ум становится светом. Светом. Ум в первую очередь пробуждается ум. Нужно думать положительно. Это самое идеальное. Нужно думать положительно. Это самое идеальное. Когда вы расслаблены, думать ни о чем плохом. Нужно думать. Не полностью ум. Отчистить. Какая-то часть ума становится светом. У вас две части ума. Одна темная, другая светлая. Это энергия. Эта энергия ума. Одна часть полностью темная. И эта темная часть продвигается как бы в светлую часть. Одна часть как жидкая, другая довольно тяжелая. Плотная. Как только вы заглядываете в темную часть, ума становится мягче. Энергия любви проникает туда. Эта энергия течет всему тему. Эта темная часть содержит страх, ужас. Думаем об этом. Нужно крутиться вокруг этой темноты. И вот эта темная часть ума должна становиться светлее. И тогда вы расширяетесь, расширяется ваше сознание, ваше тело, ваше чувство. Сначала строится ваша аура. Ваша темнота становится светом и идет в сердце. Вы идете дальше, дальше, как только вы все больше работаете с вашей бессознательностью. Это знаешь. Васька. Нemos ваща. Майд, ваща. Майд, ваща. Вы просыпаетесь, когда приходите, это осознанность, пробуждение наблюдает за вашей темнотой, вы не думаете об этом, вы не видите его, вы не знаете, что такое наблюдать, но когда вы начинаете медитировать, у вас появляются две части, например, допустим, есть дерево, там сидят две птички, одна высоко, такая спокойная, молчаливая, а другая сидит вниз, и прыгает туда-сюда, не отдыхает, все время двигается, что-то делать, и эти две, и массы Adam, которые приходят в него конечно давно, двое части, многоcherias происходит, вибрость творится вниз, долгие четкое, Он никогда не реагирует, все время о чем-то другом. Как только просыпается, особенности. И эта энергия начинает прибывать яркость в эту темноту. Это медитация. Это и есть настоящая медитация. В зависимости от вашей индикации, от вашей наблюдения. Насколько вы умеете наблюдать, и эта темная энергия становится светом. Когда вы смотрите, ваша святая часть маленькая. И эта темная энергия, что вы имеете в виду, это неизвестно между светом. И вы продолжаете медитировать, вы становитесь наблюдателем. Вы наблюдаете светлую частью ума, и находитесь в свете светлой части. Но это меньше чем 50%. Сода, Coming� когда светлая часть устет больше, а светлая часть устår больше, бывает 50%. Потому что свет, как магнит, вытягивает все силы на него и стемнет вторую часть. Затем ваше сердце заканчивается светом. И когда все окна, все окна, все окна, все окна, все окна. Затем становится сознательным. Ничего не существует, ни положительных, ни положительных. Негатива, ни позитива. Немного свет, ни свет, ни свет, но настоящего свет. Это настоящая пространство. эти маски, когда заканчивается тело, чувство университет заканчивается с остальной. Когда наблюдатель становится сильным, он наблюдает все, что происходит, все, что вы делаете. Как только ваш свет становится сильнее, ваш свет становится сильнее. Это пространство, но не реальность. И о реальность, о реальной реальность, о твоей Союзе, никто не может говорить. Никто не может сказать ничего о настоящем. Что Анна говорит о тело, 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 тело. Один смотрит, один смотрит, один смотрит, один смотрит. Он наблюдает за мир, за материальными и физическими веществами, все, что происходит. Однажды обе части закончатся, а затем происходит, приходит ничего. Все заканчивается. Это не дуалития. Дуалития. Когда вы заканчиваетесь, заканчивается я, все заканчивается. Нет никого, кто бы наблюдал. Вы становитесь тем, кем были. До этого у вас была полная темнота, теперь у вас полный свет. Но свет тоже заканчивается. Но свидетельство есть. Тогда вы говорите, да, я свидетель. Нет, я знаю. Даже никто не знает, что я знаю. Никто не знает. Просто это, что это такое. Это свидетельство. Вы знаете, что такое наблюдение. Темнота существует до тех пор, пока вы начинаете очищать тело, чувства. Чувства. Даже если ваш тело очищает, некоторые части становятся очищены. Когда ощущения очищаются, больше очищены. Как только вы начинаете очищать тело. Как только вы начинаете очищать тело. Часть тело. Приходите наблюдателя. Вы уже наблюдаете за всем этим, как это происходит. И постепенно. Тело. Чувствуем, как и наблюдатель двигается. Когда наблюдатель очень сильный, вы наблюдаете за всем вместе одновременно. Вы становитесь двумя, есть наблюдатель и есть вы, что происходит здесь. Он не существует здесь, и то он заканчивается. Когда вы возвращаетесь в районный мир, вы не знаете, о чем говорите. Правда, истина не может говорить о лжи. То, что вы видите во время медитации, это ваше наблюдение. Свет наблюдает за темнотой. Затем происходит трансформация. Темноты становятся все меньше, становятся больше позитива. Но вы еще не закончили. Он все еще существует. Вы делаете хорошие вещи, положительные вещи. Увидите во всем позитивность. Медитатор не любит, как он в этой части, то в другой части. Вы можете подниматься и опускаться. Но в тот день, когда закончится вся темнота, прекратится движение. Вся энергия из тела освободится. Из ума и силы. Абсолютно ничего. Никаких чувств. Никаких мыслей. Вы думаете тогда, когда вы чего-то хотите. Но в нереальности вы не можете думать. Потому что никого нет. Если вы ничто, о чем вы можете думать? Когда вы открываете глаза, то человек находится. В этом мире, я смотрю. В семье смотрю. В парк смотрю. И потом вы начинаете делать планы. И начинать думать. В реальной жизни у вас есть жена, муж, семья. Вы думаете о них. А когда у вас есть наблюдатель, то для вас ничего не существует. Он наблюдает за всеми этими частями, телом, чувством и умом. Это ваша энергия. Вы становитесь энергией. Вы становитесь энергией. Энергией. Там нет думателей. Но энергия. Но эта энергия будет завершена. Консиция не имеет энергии. Эта энергия приходит из осознанности. Все это приходит из осознанности. В осознанности. Нет. Никаких чувств. Но, тем не менее, Вы продолжаете существовать, он осознанно, но очень просто. Так что этот небо, этот мир всегда с Вами. Нужно быть в один момент. Поэтому, когда кто-то становится свидетельством, освобождением, большинство происходит, они ловят. Вы начинаете смыться, зачем Вы все это делаете столько лет, двадцать, тридцать? Чего-то искал, когда все уже есть? Почему я этого не понял в свое время? Почему я не понимаю, что я закончился, я сам? Я всегда существую здесь. Так как я твое понимание осознаю, не узнаю, я иду во все эти вещи. Так, в отношения, завязанность ко мне, чего-то ищу. Но, в смысле, все просвещенные люди чувствуют только любовь. И он думает, зачем я все это делал? Всякие ретриты, медитации, тренинги. Я никогда не потерялся. Я никогда не был в один момент. Это моя природа. Я Я. На самом деле, это моя природа. Здесь тратил столько времени все это на поиск. Но это тем не менее есть. Я думаю, что вы станете осознанным. Не нужно все это делать. Вы уже, у вас есть она. Вы чувство, вы ум. Вы должны закончить. Как только все три пласта очищены, приходит осознанность. Тогда вы здесь. Тогда не нужно искать все эти процессы для того, чтобы очистить все эти три пласта. Оooую, мышца, м weil. И весь мозг жизнь закончится. Вы становится осознанным. И ваши сердца娱. И��면 сюда, когда вы обер portalimpressionunci. Первый, первый, первый. Энергии, hö все-έểтительные устройства. Обе пла abilities. Энергия движется в дом, мысли, чувства. Тело рождает чувства, чувства рождают мысли, и все это затем заканчивается. Все это благодаря наблюдению. Каким образом происходит этот процесс? Пространство, о котором говоришь, это энергия, свет. Энергия движется по тем постам, вы чувствуете тело, вы чувствуете какое вы, что вы, какие вас чувства глибодают. Когда вы в сознании, вы не можете сказать ничего, ни слова, мать закрыта, никаких чувств у вас нет. Подожди,podern,отер,вотер,вотер,вотер,вотер. Только чистка всех этих костов прослой. Затем вы можете наблюдать, откуда все приходит, откуда истекает эта энергия. Солнце не чувствует себя. Солнце не говорит ничего, не говорит ничего. Но что происходит после Солнца, он говорит. Как nä reflect, сменит сменитthis, здесь приспособление我是 м героя, я чувствую. Он рано и я чувствую. Все это от ума, а осталось по-моему, как говорить. Различные мысли приходят в голову, что, откуда, как, почему. Мастер хочет говорить много, но они не могут говорить. Они говорят очень мало. Они говорят о сознании и теле, о том, что реальные вещи, реальные жизни, реальные проблемы, о том, как тело, как сознание, как ощущение, но о сознании нет. Нет нужды говорить. Когда вы в уме, вы говорите обо всяких вещах, но когда вы в осознании, вы ни о чем не говорите. Это не о чем говорить. Находясь на небе, вы наблюдаете, что там происходит внизу. Это самадхи, когда вы в своей осознании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова